Сегодня в программе мы расскажем, как в 7 лет покорить концертный зал. Ну, обычно перед концертом блинчики, оладушки. Развеем миф об автомобильных приметах. Правда, что гонщики до гонки интервью не дают. Покажем человека, которому приходят переучиваться после худграфа. Просто я в школе нахожусь, они меня боятся. И споем новые песни на старый лад. Не клоуны мы, не циркачи мы. Мы музыканты. Анатолий Мавлян, владелец художественных школ в Екатеринбурге и Омске. Художник-портретист-самолучка настолько мастерски владеет своим ремеслом, что к нему, говорят, ходят переучиваться даже выпускники художественных академий. Я здесь, чтобы узнать, так это или нет. Все не то. Не верю, не верю. Вот так голову держишь, так идеально. То есть есть какая-то такая, это не надменность какая-то, но когда тебя расстреливают, ты все равно считаешь себя правой. Конечно, нужно очень быстро, достаточно за короткий период раскрыть личность, чтобы, ну, кстати, именно его, когда ты не знаешь человека, он приходит к тебе, ты общаешься и стараешься и рассмешить его, и где-то задать какой-то вопрос, чтобы он задумался. Постепенно должен сложиться образ. Можно какую-нибудь игуану на плече нарисовать. Есть в зале игуаны? Насколько сегодня востребован портрет? Ну, я бы сказал, что портрет был и остается востребованным. Также, может быть, как читать книги, национальная кухня, игра на рояле. Это достаточно древнее искусство. Оно классическое и вечно. Лицо – это вот такой треугольник. Здесь одна плоскость, вот доску, здесь вторая. Ну, короче говоря, это можно долго говорить. Ладно, едем дальше. Глазницы. Часть вторая. Анатолий, говорят, что в вашу школу ходят переучиваться выпускники художественных академий и худграфов. Так ли это? Ну, такие прецеденты, безусловно, есть. Наша нижняя планка, она достаточно высока. Без ложной скромности могу сказать, что 20% – это людей уже с оконченным средним или высшим художественным образованием. То есть идут к нам в первый класс. Это так на самом деле. Человеческий мозг видит только пятна. Линии видит инженер. Я даю исчерпывающие знания, которых достаточно, чтобы достичь любого уровня в живописи. Профессиональный художник с глаз не начинает никогда, конечно. И глаза вообще в последнюю очередь пишутся. Просто сейчас шоу все равно надо что-то. Анатолий, вы на мастер-классе раскрыли десятки секретов. Вам не жалко? Дело в том, что вокруг нас сплошные секреты, понимаете, и подсказки. Но люди этого не видят. То есть единицы, кто могут достичь такого уровня, чтобы начать вообще видеть и слышать людей рядом. Блин, кто там шепчет постоянно? Не просто, смотрите, так. Да нет, говорите все, что угодно. Вы уже ничего такого не скажете. Хуже не... Хуже некуда. Я шучу. Я прикалываюсь. Я веселый человек на самом деле. Просто я в школе нахожусь, они меня боятся все. Я не говорю, что я добрый. Нужно, чтобы все было закомпоновано, не было пхича, не было это нелепо, не было комично. Чтобы человек красиво зашел в вечность, чтобы все было гармонично. Я решила не упускать такую возможность и повторила сегодня за мастером его шедевр. Думаю, для первого раза получилось неплохо. Всем привет! В этот замечательный зимний день мы находимся с нашей съемочной группой на Омском ипподроме. Но приехали мы сюда смотреть вовсе не скачки. Хотя лошадиных сил здесь сегодня хоть отбавляй. Все потому, что это третий этап Кубка России по автокроссу. Побороться за Кубок России приехали гонщики из Кемеровской, Новокузнецкой, Новосибирской, Омской, Тюменской, Сверловской и Курганской областей. Раз, раз, два, три. Как по звуку? Нормально. Вы спросите, чем мы сейчас занимаемся? Мы настраиваем звук для того, чтобы пойти и попробовать записать интервью. Но так как мы уже не первый раз снимаем гонки, мы знаем наверняка, что у гонщиков есть поверье. Нельзя давать интервью до конца соревнований. Сейчас попробуем проверить этот миф и пойдем до кого-нибудь немножко докопаемся. Вот вы мне скажите, правда, что гонщики до гонки интервью не дают? Сказано после гонки, то дают, что нам уходят. Догонка вроде закончилась? Нет, гонки. Правда, что гонщики почему-то вот до гонки все отказываются давать интервью. Это какая-то традиция, что ли? Да нет, почему? Нет никакой традиции. И вот теперь получается какая-то непонятная ситуация. Не то миф развеян, не то подтвержден. Фаворит этого заезда, безусловно, Александр Харченко. Это омский пилот, который уже не один раз выигрывал кубок. И, конечно, мы валеем сейчас за него. Сань, привет! Слушай, ну вот со стороны это смотрится как просто, да, ну типа, чего сложного по кругу-то проехаться? Да, левый поворот, один левый поворот. Ну да, в чем сама вот эта сложность? Почему это настолько сложно? Самая сложность в том, что ты практически не тормозишь на машине. Она едет как... Ну, ты поворачиваешь поворот, в принципе, на полном газу. Ты развиваешь скорость по 30 км в час. Небольшое торможение, чтобы морда загрузилась. И после этого ты поворачиваешь на этой всей скорости и гасишься, как бы, скольжение. ВАЗ 5-й модели шел на огромной скорости, потому что скорость у них в дуге примерно около 130. Он шел на этой скорости большой и вылетел с трассы. Вот мы видим, что туда за ним приехал эвакуатор. Пойдем посмотрим, что случилось, есть ли какие-то повреждения у машины. Но пока мы бежали, машину уже вытащили. На самом деле машины тут такие, что не поймешь. Получила она эти повреждения сейчас или они уже были. В тачке-то бывало, и поэтому... Поехали! Помните того парня, который заговорил с нами до гонки? Нет никакой традиции. Не помешало же вам то, что мы к вам подходили, вас снимали? Ну и как заезд? Отлично. Хорошо проехали? Да, отлично. Первый приехал. Это круто. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Каких гонок ждем в будущем? Что будет дальше? Вот Кубок России закончился, да? Что впереди нас ждет? Будут еще какие-то в Омске этапы? Да, впереди нас ждет. Сейчас зимний сезон мы завершили. И затем мы ждем 1 июля, где будет у нас официальный этап Кубка мира по ралли-рейду. Это шелковый путь, где все с мир приедет к нам, начиная с Камазов, Мазов, Татры, всего, до мотоциклистов. То есть это уникальное будет зрелище, это уникальный шанс нам, Омску, в 2021 году стать, будем говорить, городом, который принимает международные соревнования. Вот так очень весело, активно, быстро и динамично завершился финал Кубка России по автокроссу здесь, в Омске. И кто-то победил, кто-то проиграл, ну а мы очень сильно замерзли, поэтому погнали греться. Замечательный сосед Давид Дочия сегодня вместо будильника. Распевку начал в 8 утра, даже школу прогулял. Повод весомый. Юный артист вместе с хором выступает на большой сцене. Такой концерт у нас первый раз, такого масштаба. Я, конечно, техническую часть выполняю. Погладить, собрать, все разложить по полочкам, приготовить, потому что переодеваний много. Ну, обычно перед концертом блинчики, оладушки какие-нибудь. Ну, что-то такое, тесто какое-нибудь, что-то вкусненькое. Завтрак русский, репертуар интернациональный. Петь Давид предпочитает на итальянском. Язык певучий, да и к внешности жгучего брюнета подходит идеально. Талант маленького синьора родители заметили с пеленок. Когда он родился, случайно заметили, когда включили музыку саксофон, саксофониста одного итальянского известного. И он под вот именно, под его мелодией, под саксофон, он сразу засыпал маленький. Начал петь дома, ну, сам поет ребенок. И возле садика музыкальная школа, шестая, наша любимая. В общем, очень нам повезло с этим. Строить карьеру певца можно с четырех лет. В шестой детской школе искусств педагоги определяют слух и музыкальную память ребенка, его чувства ритма и артистичность. Когда летом на рассвете заглянул соседний сад. В этом году Давиду исполнится 10 лет, как и хору «Примавера», где он поет. Билеты на юбилейный концерт раскупили полностью. Мы пришли поддержать своего ребенка, сегодня первое выступление. Волнение, у меня аж мурашки по коже, даже бывает слезы наворачиваются от радости. Я хочу посмотреть «Примаверу», очень ее люблю, смотрю по ютубу. Цветы наши Евгения Станиславовна, это руководитель нашего хора, сегодня ему 10 лет исполняется, пришли на концерт. Худрук «Примаверы» не спала ночь перед концертом. Шутка ли, ее детище на сцене филармонии. Хор сопровождают мультимедиа и цирковые номера. Конечно, волнуюсь больше всего я, потому что мне, я уверена в том, что дети выступят прекрасно, но все-таки все технические моменты всегда вызывают волнение. «Луна», «Сафина» и «Шутка Баха», хиты «Квин» и «Битлз», «Джаз» и «Айс» на крыше. Любая композиция устами этих детей звучит по-новому ярко, живо и задорно. Шестую детскую школу искусств окончили уже 5000 ребятишек. Каждый десятый стал профессиональным музыкантом. Обладатели Гран-при Международной премии «Артист-2017». Участники международного авторского арт-проекта «Этноэра». Победители шоу «Песня на песню» на телеканале «Продвижение». Все это уникальный проект «Канва». «С Новым годом, крошка! С Новым годом, е-е-е-е!» «Погоди немножко, более веселей! С Новым годом, крошка!» Руки золотые, улыбка, кудри белый, она гармоний, как играл. Ой, девки! Эта история, она, очевидно, для нас в жизни. Мы ее не из книжек и из фильмов. Мы живем такую жизнью, поэтому для нас это просто. Мой дом на горе, трех, башка во дворе. «Пятница! Ученые! Раз, два, три, четыре!» «Этно-проект «Канва» для вас что это?» «Это музыка, это творчество, это душа. Прежде всего». Как это рождается? Кто пишет? Как это пишется? Мы делаем это все вместе. Это коллективное сотворчество, потому что эта работа, она учитывает образ того, кто будет говорить. То есть мы понимаем, как у нас Аня разговаривает, как у нас Даша говорит, что может Рома сказать, что ему удается. И вот лучшие свои стороны, но и в некотором смысле свои потаенные мечты. Невесту искать. Невесту искать, ЧБ. А ты, видите, видите, вот они сейчас себя подключили. А потом это все подглядывается, подсматривается, из этого делается, компонуется. То, что называется форма. Для меня это очень интересный проект. Мы с Женей Марцевой давно знакомы. И вот благодаря все-таки конкурсу, наверное, «Песня на песню», я увидел их в новом проекте, как раз-таки «Канва». Там действительно есть настоящее и живое. То, что как бы действительно трогает что-то наше внутреннее. Какие-то вот там дергает за какие-то рычажки. Здесь сегодня, если вы слышали концерт, то было максимальное погружение, было стереозвучание. Каждый звук могли услышать, то есть около себя. Здесь что, сопротивляция, что с тех времен. Ой, дело-то такое. Ну-ка, Даша, дай-ка там что-нибудь. Ух ты, все умеешь, молодец. Сегодня инструменты, ну, как бы вот были в состоянии некоторого шока находились. И мы в том числе. Вот, поэтому они бывают, не строят на сцене. Мы их любим за это, потому что это наша профессиональная планка. Быстренько уметь договориться с инструментом. Ну и потом, конечно, у всех у них есть сердце, есть душа, они откликаются. То есть вот, несмотря за антуражем, за костюмами, все-таки в первую очередь это вы сами, вы себя показываете. Конечно, конечно, потому что фольклор – это в первую очередь люди. Это всегда в первую очередь люди. А потом уже одежда. Мы не фигуранты, не клоуны, не циркачи. Мы музыканты. Каждому попавку рядом нужен человек. Это так абстрактно. Это бабочки и вверх. Каждому попавку рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноким лучше всех. Спасибо, что мы сегодня все рядом с нами. Мы любим. Это так абстрактно. Это бабочки и вверх. Если не по себе, значит, иди на концерт, как вы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Утро воскресенья. В спортивной сумке все, что нужно для тренировки. Пара ракеток, набор валанов, полотенце, вода. Боевой дух тоже с собой. В спортзале бадминтонисты проводят весь день. Выносливость, молниеносная реакция, инициативность и выдержка. Все это бадминтон. Цель игры не дать упасть валану на своей площадке и уронить его на сторону противника. Побеждает спортсмен, забивший 21 раз. Сам же снаряд бывает пластмассовым и перьевым. Профессиональные спортсмены используют второй вариант. Пробковая головка обтягивается кожей, а к ней крепятся гусиные перья. Под стать своему названию весит такой снаряд всего лишь 5 граммов. Главное же средство защиты и нападения ракетку изготавливают из алюминия, углепластика, стали и даже титана. Масса варьируется от 70 до 100 граммов. Обычно ракетка профессионал держит ребром, чтобы было удобно перехватить как открытой стороной, так и закрытой стороной. Валаном управляться на самом деле не очень-то сложно, просто попадать по валану, то есть перекидывать фланчик через сетку. Я занимаюсь уже более 10 лет бадминтоном. Пойдемте с нами играть. Очень классный вид спорта, олимпийский. Спорт этот не только олимпийский. Он входит даже в программу подготовки космонавтов. Но несмотря на это заняться бадминтоном может любой человек. Обычно спортсмены начинают свой путь в 6 лет, но бывает и исключение. Я начала заниматься бадминтоном уже в сознательном возрасте, то есть мне было уже 23 года на последнем курсе. Буквально думала, что это все не серьезно, просто похожу, пока есть время свободное. Вот, а потом как-то затянула, там пошли соревнования, участие в межлуберских соревнованиях. Потом я поступила в магистратуру, продолжила заниматься. И вот уже получается около 7 лет занимаюсь. С ними нельзя со спортсменами быть неистыми. Если тебе это не надо, им подавно будет не надо. Если ты их не заинтересуешь, если ты их не убедишь, потому что бадминтон – это круто, да, и они тебе не поверят. По этому принципу Михаил Олегович тренирует своих воспитанников. В бадминтоне он 44 года, 35 из них – тренер. За это время он выпустил уже несколько поколений спортсменов. Первые воспитанники приводят своих детей, да и сами не прочь вновь взять ракетку в руки. Но не все доходят до конца, и это тоже нормально. Скорость валана в среднем около 300 км в час. Всего лишь за 10 минут игры спортсмен затрачивает больше 100 ккал. За час на корте он наматывает 10 км бегом и совершает прыжков на 1,5 км. Такие нагрузки изнашивают спортсмена не только физически, но и морально. Исколесив весь мир в соревнованиях, прыгнув выше головы тысячи раз, мастер спорта по бадминтону Юлия Васильева, мечтавшая стать олимпийской чемпионкой, не выдержала и приняла для себя единственное правильное решение – уйти. Однажды просто стало невыносимо, потому что все превратилось в рутину. И как совет просто ищите побольше положительных эмоций в жизни, иначе просто выгорите. Но если уже до этого доходит, то лучше не винить себя или кого-либо, просто уйти и продолжить жизнь. Но в любом случае огромное спасибо и моему тренеру Михаилу Олеговичу Подамщину за бесценный опыт, и всем остальным, кто поддерживал меня во время занятий. Спорт научит принимать решения и идти по жизни уверенно. Главное – прислушиваться к себе. Но поддержка рядом, ведь команда становится второй семьей, а тренер – еще одним родителем. Ну, неподдельные эмоции, они заряжают. Ты получаешь, я говорю, знаете, как передать, когда она выигрывает, девочка России, бежит к тебе, виснет, плачет. Вот, ну так. Поэтому, знаешь, в этой профессии останешься тогда, когда это будет. Совет бадминтонисту, что ему обязательно нужно знать в этой жизни, если он пришел в этот спорт. Да ничего, верите в себя. Верите, хотите. В самом центре города, близ Иртыша и метро моста, возвышается белый морской лайнер. Этот гигант – Пушкинская библиотека. Главная книга хранилища области. Кстати, сами книги хранятся вон в той 12-этажной башне. Неплохо бы и нам туда забраться. Книги переехали сюда в 95-м. Раньше все фонды хранились в здании городской думы. Над обликом этой махины омские зодчие трудились четверть века. Проект получился новаторским. Архитекторы и инженеры щедро использовали новейшие на тот момент достижения науки и техники. По главному фасаду в нишах установлены 8 скульптур из скованной меди. Это фигуры видных деятелей России. Ярослав Мудрый, Сергей Радонежский, Андрей Рублев, Карамзин, собственно, Пушкин, Ломоносов, Глинка, Циолковский. А это стилобат. Пологие лестницы чередуются с системой каскадных фонтанов и цветников. На приеме настоял главный архитектор Юрий Захаров. Дело в том, что такая площадь не только придает торжественности храму книги, но и маскирует подвальные помещения. Ежедневно библиотеку посещают примерно 1800 читателей и не только читателей. Пушкинка – центр общественной жизни региона. Здесь проходят встречи на высшем уровне, собрания, выставки, пресс-конференции. На первом этаже базируется дом журналистов и есть ресторан. В 96-м году омскую Пушкинку посетил тогдашний президент России Ельцин. Борис Николаевич даже сделал восторженную запись в книге почетных гостей. Вот она. Это национальная гордость не только омичей, но и всей России. Рассчитанная на 5 миллионов тому, сегодня библиотека располагает двумя. На втором этаже кафедра выдачи. Читатель работает с каталогом, оформляет требования на издание, которое ищет, и отдает его сотруднику. Минут через 20 заказ по пневмопочте придет сюда. В Пушкинке вообще все сделано не для людей, а для книг. Для уставших фолиантов, например, есть спа-центр или зал реставрации. Сейчас ванну принимает столетний соколинец Короленко. Книгу помоют, почисят, переплетут, если надо. Есть в Пушкинке и собственная гильотина, чтобы казнить тех, кто нарушил тишину в читальном зале. Шутка. На самом деле гильотина – это бумагорезательная машина, чтобы ровнять края книг и документов. В Пушкинской библиотеке хранится много уникальных раритетов. Вот самый древний, а кто их, 1638 года издания. Это литургическая книга православной церкви, и здесь в основном молитвы и песнопения. Еще в Пушкинке хранится книга Иова, потрясающий и рукотворный во всем фолиант. Серебряный оклад, форзац из итальянского шелка, бумага ручного пресса. В мире всего 30 таких экземпляров. Стоимость этой книги – 1 миллион рублей. Хранилище – это целый город, в котором бесконечные ряды книг тянутся, как улицы. В Пушкинке оно занимает 8 этажей, с 4 по 12. Все документы хранятся в строго определенных условиях. Температура, влажность, освещение, бумага, света не любят. Именно поэтому в Пушкинке спроектированы такие маленькие окошечки. Здесь, на 13 этаже, и правый, и левый берег Рытыша, как на ладони. Это излюбленная точка съемки всех операторов на больших праздниках, которые проходят на Соборной площади. Наблюдать отсюда Парад Победы или День города – большая удача. Да и просто любоваться за Снежным Омском – круто! 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 Снежным Омском – круто!